Всем привет! Еду сейчас по улице Калинина в направлении улицы Сершево и хотел поговорить сегодня 10 сентября 2018 года, октября простите. Хотел поговорить о том, еще раз, еще один ролик посвятить тому, что о переносе столицы из Хабаровска, столицы Дальнего Востока из Хабаровска во Владивосток. Вы знаете, многие очень писали и в комментариях, и даже компетентные люди писали, что то, что Кожемяка сказал о переносе, это больше как такой предвыборный пиар, и он ничего не сможет сделать и так далее, и так далее. Ну, я-то так понимаю, что все-таки он исполняющий обязанности губернатора и фактически официальное лицо. И сегодня только что я увидел новость, которая фактически подтверждает, что согласован этот вопрос уже на самом верху, потому что Юрий Трутнев сегодня заявил, что вот этот перенос, он скорее всего состоится, насколько я понял. Сейчас готовят обоснование президенту и до нового года предоставят все необходимые там, соберут данные и, соответственно, представят президенту, и я почти уверен, что в ближайшее время этот перенос фактически состоится. И это действительно является и предвыборный ход, который просто поддержан на самом верху. Получается, что... Ну, чем он мотивировал и чем пытался аргументировать наш губернатор Фургал, мне показалась аргументация не очень сильная. То есть, примерно она была такая, ребята, ну вот типа попробуйте, у вас не получится. И мы вот будем сейчас развивать спорт и будем развивать науку и останемся столицей Дальнего Востока и так далее. То есть, мне показался этот ответ не совсем аргументирован, не совсем в нужном направлении, так сказать, мышление пошло. Ну, не знаю, меня огорчил, честно говоря, такой ответ, ну, не совсем он развернутый, не совсем достойный. У меня есть свое мнение, конечно, я человек простой, скажем так, не являюсь специалистом ни в какой области, но мне кажется, что все-таки именно транспортная составляющая делает Хабаровск центром Дальнего Востока, потому что, если вы посмотрите на карту, то от Хабаровска как раз и отходят лучи в разные стороны. Это трассы на Советскую Гавань, на Сахалин, которые, да, могли бы там построить мост, на Амурскую область и, соответственно, на Владивосток. То есть, мы как бы таком в центре, в центре Дальнего Востока и от нас идут дороги во все, во всех направлениях. И вот эта логистическая именно особенность и делает Хабаровск центр Дальнего Востока. Центром. Если же посмотреть Владивосток, на Владивосток, то он фактически находится в тупике, то есть, он в самом конце. И если управлять оттуда, это будет немножко как бы нецелесообразно, неудобно, некорректно. Ну, то есть, это, на мой взгляд, я не знаю, пишите ваше мнение, почему Хабаровск является столицей Дальнего Востока. Ну, мне вот такое ощущение. И что сказал Трутнев? Он сказал, что, получается, у нас в Хабаровске нет крупных проектов. А это действительно правда. Я уже об этом давно говорю и в комментариях очень часто аргументируют и объясняют тем, что, а зачем нам, собственно говоря, крупные проекты вообще. Ну, вот, с одной стороны, нет крупных проектов и, соответственно, исходя из этого, нам потом говорят, что, ребят, да, вот даже в Амурской области намного интереснее, интенсивнее все развивается, чем в Хабаровске. И, соответственно, вы не являетесь центром Дальнего Востока уже реально. И сначала, сначала все это было перенесено, сначала Хабаровск вот ослабел, тут сюда перестали заходить какие-то крупные проекты, и в том числе и с Москвы. Я уверен, что это все основная причина, это какое-то лобби, лобби приморцев в Москве. Я понимаю, что сейчас опять эта тема, вот, я уже говорил, что стравливают, да, Хабаровск и Владивосток, но мы, ну, мы неизбежно вынуждены об этом говорить, то есть, хотя я считаю, что мы все один дальневосточный народ, вот, но сначала перенесли все проекты крупные, не перенесли, а просто не стали в Хабаровске ничего делать, почему еще не любят, да, шпорта и вот эту власть, которая была. Потом перенесли всемирный экономический форум стран от АТС, вот, ну и, соответственно, ушли деньги, ушли деньги, и, как результат, Хабаровск слабеет и беднеет. И это, естественно, никому не нравится. Но я думаю, что, мое личное мнение, что вопрос практически решен. Скорее всего, я думаю, что столицу перенесут, из Хабаровска уйдет еще ряд каких-то ведомств, и не знаю, какая польза от этого, скорее, больше вред. То, что от нас уходят основные органы управления, для нас это неудобство в том, что нам придется при любой необходимости ездить в Владивосток. Мы уже видим, что ситуация складывается, например, с теми же авиаперевозками такая, что нам зачастую выгодно лететь через Владивосток, то есть Владивостокский аэропорт, он стал такой центральным хабом Дальнего Востока. И очень скоро все, чтобы нам не нужно было, там в судах какие-то вопросы, по таможенной какие-то вопросы, которые уже там решаются. То есть мы будем постоянно туда гонять, в Владивосток. Не совсем это хорошо, не совсем это приятно, и хотелось бы, конечно, чтобы это не менялось. Но кто-то говорит, что это неважно вообще, что это ерунда, и вопрос не стоит выеденного яйца. На мой взгляд, это просто очередной этап, очередной шаг к тому, что постепенно-постепенно Хабаровск слабеет. И это меня огорчает, я от этого не испытываю никакой радости, и перспектив, соответственно, становится меньше. Ребята, это не значит, что в Хабаровске ничего не делается, и в Хабаровске совсем все плохо. Есть много сфер, есть много того позитивного, что делается. Я вот, например, недавно встречал родственников на вокзале, и было приятно по подземному переходу их провести, учитывая то, что там есть эскалаторы, и эскалаторы работающие, и, в принципе, подземный переход содержится в нормальном состоянии. Меня это порадовало, потому что я был сейчас во всех практически крупных городах, основных российских, и вы знаете, там ни в одном вокзале нету эскалаторов, там везде надо со своими чемоданами и сумками идти пешком. Вот это было удивление, тащить их по лестницам и так далее. Ну, практически ни в Москве, ни в Питере, ни в Казани, ни в Нижнем Новгороде я не встретил эскалаторов. Ну, так что есть какие-то позитивные моменты, есть ситуация с дорогами, которая реально улучшается. Вот мы сейчас едем, прям вообще отличная дорога, как яичко. Вот, но надо понимать, что есть тактика, а есть стратегия. Вот в тактических моментах, если где-то у нас еще есть позитивная динамика, то в стратегии она идет прям по наклонной, и, соответственно, за стратегией всегда и тактика тянется. То есть, если Хабаровск будет слабеть, соответственно, ну, как ни казалось бы некоторым комментаторам, все равно у нас будут и тактические моменты хуже, и дороги не будут вкладываться. Вот уже кто слышал, что на следующий год у нас будет с дорогами. Вот у нас последние два года делали очень интенсивно дороги по программе «Безопасные и качественные автодороги». Сейчас я уже не слышу, сидят, тихонько помалкивают. Все, видимо, что закончилась, закончилась радость. И по другим направлениям также, то есть, кто знает, что будет через 5, через 10 лет с Хабаровском. Но та динамика, тот тренд, который сейчас есть, он не внушает оптимизма. Пожалуйста, пишите свои комментарии, если считаете, что я не прав, или мою поддержку. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем хорошего настроения, несмотря ни на что, несмотря ни на какую ерунду. Будьте всегда настроены жить и двигаться. Ну, надеяться только на собственные силы. Всем пока!